И Божье Слово это то, с чем мы идем по этой жизни. В прошлый раз мы с вами говорили очень интересную, я считаю, что это очень интересная и очень практическая тема, тема непрощения. Или прощение, или непрощение, нанесение обиды и так дальше. Мы с вами говорили библейскую притчу, очень интересную, это была Евангелие Матвея, 18 глава, и мы говорили, почему мы должны простить. И мы с вами говорили четыре очень важных пункта. Самое первое, это то, что мы огромные должники пред Богом. Второе, мы упросили Отца Небесного, и Он простил нам наши грехи и беззакония. Третье, мы говорили с вами о том, что мы должны быть, как говорится, подражателями примера нашего Господа. Почему? Потому что, сделав добро в нашей жизни, зажегший свет в нашей жизни, Он хочет, чтобы этот свет шел дальше. Чтобы многие люди, которые получат такое же прощение, такую же милость от других людей, они снова ушли бы радостные. Ну и последнее самое, мы говорили, что если человек этого не делает, если человек продолжает идти вдальше, как говорится, в непрощении во всем, он сам на свою жизнь призывает что-то негативное, которое не даст этому человеку успокоения в жизни. Почему? Потому что жажда мести, она приводит к многим вещам, которые впоследствии выходят как физические, душевные болезни в нашем организме. Сегодня, друзья, мы будем продолжать эту тему, и сегодня мы с вами будем говорить, о кого же мы должны все-таки простить. Это тоже, друзья, очень интересная тема и очень интересно. И вы знаете, друзья, самое первое, это обстоятельства. Я расскажу одну очень интересную ситуацию, который был в моей жизни. Друзья, в данном случае я рассказываю историю, которую я пережил лично. Не знаю, друзья, как вы посмотрите эту ситуацию, но она была реальна в жизни моей и в жизни моего друга. В 1992 год мой друг приезжает с миссии из города Таркас-Але, это Тюменский край. Ну, вы знаете, это друг, с которым нас свели обстоятельства. Бог благословил нас, что два злейших врага стали друзьями. И это было хорошо и благословенно. Мы дружили, и впоследствии мы начали дружить с семьями. И мой друг, когда принял крещение, потом он женился, и он уехал в Тюменский край для того, чтобы проповедовать Евангелие там. Я не знаю, насколько успешным был его миссия там, но до сих пор он вспоминает добрым словом этот город, своих друзей, с которыми работал и которым он свидетельствовал Евангелие. Но вопрос, друзья, не в этом. И вот друг приезжает, он уже, как говорится, прописался, потому что это было деление Советского Союза. И он приглашает меня, Юра, приходите на ночь к нам. Ну, мы посидим, поговорим, помолимся, все. Хорошо, мы согласились. Так как дети наши были в селе, потому что родители моей супруги Любаши, они попросили, чтобы дети побыли у них. Ну, все-таки, знаете, первые внуки, им всегда радуются. И мы приходим к Николаю, все. Они накрыли столик, мы сидим там, покушали, помолились, все. Ну, как делают верующие люди. И потом он говорит, Юра, моя сестра высыла мне доллары, 35 долларов с Америки. Ну, я долларов в то время никогда не видел. Я говорю, Калюнь, а можно я хоть посмотрю, что это такое? Ну, хоть пощупаю в руках эту зелень. Ну, хорошо, он выносит мне вроде двадцатку, десятку и пятерку. Я посмотрел каждую из них. Он мне сказал, как определить фальшивые от настоящих. Ну, все хорошо. Мы легли спать, и вроде эта история на этом закончилась. Но месяц я приходил к Николаю, и я видел его настороженный вид лица. Я не знаю, что переживал этот человек. Потому что, когда он мне рассказал эту историю, я понял его полностью. Прошло четыре года. И мы с ним поехали на одну из конференций. Это было в Светлогорске, если не ошибаюсь. Ну, и мы договорились так. Потому что на Украине с финансами было трудно. Я его туда везу за свои деньги, он меня назад везет за свои. Хорошо. Мы поехали. Была прекрасная конференция. Все. Были прекрасные встречи, прекрасные знакомства. И вот мы приехали теперь в Киев. И бывшая станция Большевик. Ну, там два эскалатора. И посредине их есть площадка, где впоследствии поставили магазинчик. И все. И через крыльца Шум он говорит, Юра, купим шоколадки? Ну, я говорю, Коля, у нас денег и так нету. Я свои растратил. У тебя только есть. Я говорю, знаете, и я вижу, что Коля идет и покупает две шоколадки. Всего лишь две. У него двое детей. У меня больше. И вот, понимаете, и тут начинается, как говорится, лукавый шептает на ухо. Смотри, ты для него сделал все. А что делает он? Я говорю, знаете, он дальше мне предлагает, Юра, давай мы пешком пойдем. Потому что там сейчас толкотня, может, в автобусах все. И вот теперь шесть километров мы идем до ихнего дома. А вот эти мысли, они все начинают, как говорится, бродить в голове. Смотри, своих уважает, а тебя нет. Друзья, я говорю за обстоятельства. Как обстоятельства могут повлиять иногда негативно на нашу жизнь? И получилось так, что мы пришли. Был где-то 12 или 16-этажный дом. Лифт в то время не работал. И мы пешком зашли на 16-й этаж. А мысли все работают, делают свою работу. Потом мы постучали в дверь, и нам никто не открыл, потому что их не было. И когда мы спустились вниз, они как раз и шли с прогулки, ну, с малышами. И вот теперь мы берем эту коляску. Они берут малыша, и мы снова на 16-й этаж идем пешком. И когда открылись двери, Коля достает эти две шоколадки и дает детям. Ну, я понял, в чем был подвох. Мы не знаем обстоятельства. Друзья, очень часто мы не знаем обстоятельства. И на следующий день я Коля говорю, Коля, я хотел бы как покаяться при тобою. Он говорит, что такое? И я ему рассказал эту историю. Он говорит, Юра, а теперь слушай историю 92-го года. Он говорит, помнишь доллары? Я говорю, конечно помню. Я еще их попробовал, пощупал и отдал тебе. Он говорит, да, ты отдал. Но на следующий день я прихожу к жене и говорю, Оля, дай мне доллары, нам надо вещь купить. И она на том месте, где лежали доллары, а долларов нету. И вот было современное обстоятельство. Что Коля понял в тот момент? Он понял одно. Деньги в руках у Юры. Но человек знал меня. Человек знал меня, и он говорил, Господи, этот человек свое отдаст, но чужого он никогда не возьмет. Я знаю его, я уже много лет с ним дружу и знаю этого человека. Но обстоятельства говорили свое. И вы знаете, прошло месяц, он приходит к жене и говорит, Оля, дай деньги. И она достает ему эти 35 долларов, вручает в руки, он ее сразу загрузит, где они были. И она рассказывает историю. Юра дал тебе в руки, а ты дал мне, а я, чтобы не вставать, положила между быльцем и диваном. То есть быльцем дивана и сидением. И они упали под диван. И вот через месяц она отсунула диван, ну что-то там надо было. И она увидела эти деньги. И вы знаете, смотрите, друзья, обстоятельства. Обстоятельства, мы не знаем их. Но иногда они играют для того, чтобы мы могли оценить обстановку, взвесить своих друзей и дать четкую оценку тому, что произошло. Я благодарен Богу за моего друга, который дал четкую, как говорится, описание меня, что я человек, рукам которого не прилипает ничего. И вы знаете, я тоже впоследствии, я знал своего друга. И вот этот случай, который у нас произошел, он еще как бы больше укрепил нашу дружбу. Этот случай я когда-то рассказал в одной из церквей. И вы знаете, встает сын пастыря и говорит, слушай, я когда-то сделал примерно то же самое. Ну, говорит, я сделал это злым умыслом. В результате мой меньший брат был наказан. Но, говорит, потом я рассказал папе, я покаялся. Потому что я не мог этого переживать. Ну, что мой младший брат получил, как говорится, из-за меня. Друзья, обстоятельства. Обстоятельства. Самое первое, что мы должны простить, это обстоятельства. Почему, друзья, это очень важно? Во-первых, мы люди в плоти. Мы живем. И иногда, извините, ветер доносит до нас что-то, что мы не можем понять. И вы знаете, очень часто мы понимаем, что это сказал кто-то из моих близких и друзей. Вы знаете, друзья, в народе это называют, я не хочу говорить это слово, но это называется как сплетни, или же мы называем умыслы лукавого. Для чего они, друзья, нужны? Для того, чтобы посеять в нас семя раздора, семя непрощения, семя ненависти к определенному человеку. Но Божье Слово говорит нам о том, что даже если мы получили такую информацию, даже если она нам неприятна, и даже мы понимаем, кто это сказал, подойди к человеку и спроси у него, слушай, я правильно понял тебя или нет? Нас учили так во время евангелизационной кампании, которую мы делали по Украине. Это 21-22 недели в год у нас были евангелизационные кампании, то есть семинары по малой евангелизации. Мы не выходили на большие стадионы, мы не имели большой публики. Наша публика, наше место проповеди – это город или село, и наш объект – это люди, с которыми мы встречались на улицах, у которых мы просили разрешения начать этот разговор, и которым мы говорили о Евангелии, о Боге, о Божьей милости. И вы знаете, друзья, все было как бы хорошо, все прекрасно, но если что-то мы не понимали, мы спрашивали у человека, скажи, пожалуйста, я правильно понял тебя или нет? И человек говорил нам то, правильно ли он нас понял или нет? И если он говорил неправильно, то есть что я понял неправильно, я ему сказал, слушай, пожалуйста, объясни, а как правильно, чтобы я понял? И тогда человек останавливался, и он начинал говорить то, говорить то, но что я не понял. И во многих случаях это была совсем иная информация, совсем другие слова. Почему? Потому что очень часто мы недопонимаем, очень часто нам слышится, очень часто люди этого не говорят, но кто-то откуда-то доносит до нас эту информацию. И поэтому, друзья, самое первое, простите обстоятельства. Дальше. Многие люди говорят за обстоятельства. Вот, если бы не было тех бы обстоятельств, моя жизнь была бы много лучше, красивее, все. Я тоже был один из таких людей. Почему? У меня лежало направление в элитарное училище, в элитарное училище, говорится, советской армии. Оно у меня лежало, и люди, которые впоследствии в военкомате видели его, они говорили, слушай, и ты хотел туда поступать, я говорю, да, я хотел туда поступать, и меня туда направляли, и я бы туда пошел бы, ну, если бы ни один несчастный случай в моей жизни. Я говорю, знаете, уже даже после того, когда я покаялся, уже после того, когда я начал принять крещение, мысли очень часто подходили ко мне и говорили, слушай, смотри, а если бы тогда ты не сделал бы этой проблемы сегодня, ты бы ходил бы уже или с полонами генерала, или полковника, элитарная служба, люди раболепствовали пред тобою, но сегодня кто ты, посмотри на себя. Друзья, я уверен в том, что сегодня те люди, которые слышат эту передачу, они очень часто в своих ушах слышат именно эти слова. «Если бы не тот случай, который произошел с тобой когда-то, сегодня ты был бы очень большим человеком, сегодня перед тобой, как говорится, стелились бы люди, сегодня ты отдавал бы приказы, сегодня ты был бы большим человеком». И вы знаете, после одного случая, когда Дух Святой объяснил мне всю пагубность этого, я понял, сегодня я нахожусь на тех же самых правах, но уже, как говорится, в Божьей армии. Сегодня Бог благословляет, сегодня Бог дает возможность и радио, и телевидение, сегодня Бог дает возможность общаться с вами, дорогие мои благословенные, и радио, и телеслушатели, телезрители. Это, друзья, огромное благословение. И если эти обстоятельства есть в вашей жизни, просто скажите этим обстоятельствам, я прощаю вас, потому что через это Бог привел меня к себе и сделал меня членом своего тела, членом Божьей Церкви. Слава нашему Господу, друзья. Смотрите, обстоятельства наши, они в большинство, они играют на то, чтобы сегодня мы стали и были верующими людьми, людьми, которые приносят благословение тысячам, миллионам людей. Мы не знаем, друзья, что и как. Мы не знаем, возможно, я сегодня сказал какому-то человеку или когда-то, но вы знаете, я знаю очень много историй, когда одному человеку сказали о Боге, он покаялся, он принял Иисуса Христа. Дальше он засвидетельствовал другим людям, которые покаялись и написали книжку. Эту книжку читают многие, и ее прочитал человек, который покаялся и стал пастором церкви, который призвал очень многих людей и, как говорится, дал наставление на путь истины, как говорится, вооружил людей, для того, чтобы они и шли и дальше проповедовали Евангелие. Это, друзья, огромное благословение. Ты сегодня этого не знаешь, я сегодня этого не знаю. Но придет время, друзья, и мы узнаем об этом. Далее, друзья, кого нам надо просить еще в нашей жизни? Вот покажите пальцем на себя, то есть этого человека, на которого вы сейчас показываете пальцем, то есть самого себя, надо просить. Самое первое я уже сказал, что это мысли, которые осуждают меня за прошлое. Да, я виновник того, что произошло. Дальше, друзья, мысли, которые летят в мой разум, которые хотят сказать, что я ничего не могу, я неудачник, что у меня нет ничего хорошего, что моя жизнь – это жизнь серой посредственности, и то, что я источник всех моих проблем. Друзья, я думаю, что не я один, который слышал эти слова, не я один, которому эти слова говорили, не я один, которого эти слова обижали, как говорится, до боли души. Друзья, это было. Это было. Почему? Потому что что-то Бог планировал в вашей жизни. Вы знаете, мне были обрезаны дороги в многие места. Для чего? Для того, чтобы Бог избрал для меня свое. И вы знаете, будучи верующим в 93-м году, я должен был уезжать в Карельскую АССР, то есть Карелия, и уже церковь в Питкаранте ждала меня. Там уже были евангелизации, и было 200 членов церкви. Они слышали за меня, и наш брат с нашей церкви, который был там на уровне епископа, он сказал за меня, люди ждали меня. Но получилось так, что у меня заболел ребенок, и уже я должен был буквально через день-два идти к директору, писать заявление о расчете, для того, чтобы уехать туда. Моя жена была против, потому что она говорила, Бог нас туда не посылает. Ну, я не знал в то время, что моя жена была, как говорится, духовнее меня, и она знала это лучше. Но получилось так, что в день, который я должен был это делать, у меня у ребенка резко, то есть я пошел на шахту, мы за него помолились, он вроде, кажется, и ночь проспал хорошо. Но на другой день я прихожу, то есть на работу, спускаюсь в шахту, где-то в 11 часов дня звонят, говорят, Юра, срочно выезжай. Что такое, какая проблема? Жена в реанимации с ребенком. И вы знаете, для меня это было очень больно. Я пришел в больницу, я поговорил с женой, потом я упал на колени и спрашиваю, Господи, причина? И вы знаете, внутри я четко и ясно ощутил, горели я. Бог меня туда не посылал. То есть Бог, как говорится, обрезал мне этот путь через болезнь моего ребенка. И вы знаете, друзья, да, я пережил довольно нехорошее состояние. Почему? Потому что вся моя внутренность, весь мой разум уже был там. Здесь оставалось только тело. И теперь это снова как бы воссоединяется. Но это намного болезннее, намного сильнее, ты чувствуешь боль. Почему? Во-первых, нереализованное желание. Во-вторых, ты увидел, что ты планировал что-то сделать. Но ничего не получилось. И мы знаем благословенность, что впоследствии, впоследствии, я увидел, что Бог направил совсем в другом направлении. То есть именно работать с пастырями, с миссионерами, которые были на миссиях помогать этим людям. Потому что, друзья, этих людей обычно посылают по одному человеку. Ну, извините, даже Иисус посылал по двое. А у нас, я не знаю, возможно, жалость денег, возможно, что-то. И у нас посылают миссионера одного. И миссионер один, ну, извините, все против него. Но эти люди, как говорится, работают, эти люди бодрствуют. И вот как раз работать с этими людьми. Я приезжал с многими миссионерами на Украине, то есть на Украину, именно для миссионеров. И миссионеры потом становились, слушай, как нам это необходимо. Смотрите, друзья, простите себя и за те мысли, которые говорят вам, что вы неудачник, что ничего не получится. Друзья, полагайтесь на волю Божью и милость Божью, потому что Бог знает, куда вас поставить. Так что именно это принесет намного больше пользы, чем то, что хотели сделать вы. Дальше, друзья, мысли, которые говорят нам о том, что такое положение, оно будет продолжаться всегда. Вы знаете, на Украине есть такая хорошая пословица «Не всегда так будет». И мы понимаем, Бог для чего-то допускает обстоятельства в нашу жизнь. Бог для чего-то делает так, чтобы мы задумались, чтобы мы обдумали, что где-то что-то мы поправили или где-то попросили у Всевышнего той милости, которая нам очень и очень нужна. Вы знаете, друзья, мы забыли слово «милость». Мы забыли, что мы спасены по милости Божьей, именно по милости. Не по нашим заслугам, не по заслугам наших родителей, не по заслугам наших дедов и прадедов, не по заслугам какой-то поместной церкви по милости Господней. И поэтому, друзья, если Бог за вас заплатил самую дорогую цену, извините, Он этой дорогой ценой не будет кидаться налево и направо. Однажды, будучи преподавателем в Ровно, в миссионерской школе приехал один миссионер, и он просто задал людям вопрос, «Скажите, Слово Божье имеет цену». Они говорят, «Да, это миллионы, это миллиарды». Он говорит, «Ребята, миллионы и миллиарды Бог не будет разбрасывать налево и направо. Бог дает свое слово для того, чтобы это слово сделало с человека то, что Бог хочет, чтобы было в его жизни». И поэтому, друзья, очень важно, когда в этой жизни мы прощаем самого себя. Самое трудное – простить себя, друзья. Поймите, мы можем простить другого человека, мы можем сказать прощать даже, ну, извините, который человеку, который сделал очень много зла в нашей жизни. Да, можем. И я говорил о том, что дар прощения – это Божий дар, который дается в нашу жизнь. Но не дано человеку, если возможно и 100%, возможно, где-то процентов 5-6, они могут простить усилием своей воли. Я этого не мог. Я просил милости Божьей. Я просил божественного откровения. Я просил то, что Бог забрал это непрощение из моей жизни. И происходило чудо, невероятное чудо, когда это непрощение, оно уходило, оно уходило и больше не верталось никогда. Это, друзья, огромное благословение. И это огромная милость Божья в нашу жизнь. И поэтому, друзья, сегодня сделайте решение простить самого себя за все то, что было когда-то с вами в жизни, за то все, которое вы часто вспоминаете с болью, с проблемой, то, которое вас иногда гложет, когда вы не можете уснуть, и вы вспоминаете, да, вот если бы не это, я бы сегодня был бы. Друг, ты не знаешь, кем ты был бы. Я планировал быть офицером КГБ. Да, я это не боюсь говорить, потому что это было. Но один случай помешал мне. И впоследствии, друзья, впоследствии была война, афганская война, где погибло очень много этих людей, которые были с погонами КГБ. Дальше, при развале Советского Союза, многие офицеры КГБ, видя, что то, что они защищали, они просто кончались жизнь самоубийством. И тогда я задал вопрос, Господи, а что было бы со мной? Я ведь тоже был патриот своей страны. Я и сейчас люблю ту страну, в которой я вырос. Да, друзья, как вы хотите, понимаете, но это мое больное место. И поэтому, друзья, сегодня простите себя за то все, что было раньше. Следующий, кого нам надо обязательно просить, друзья, обязательно. Хоть мы говорим, что к нему у нас проблем нету, мы никогда не обижались на него, но, друзья, загляните в лоб своей души и увидите тот, которого часто вы не можете простить. Это является наш Всевышний, наш Господь. Почему, друзья, я так говорю? Потому что сегодня, во-первых, есть число людей. Ну, много людей рассказывали мне, раскрывали свою душу. Я не рассказываю никому, я не называю имен. Но среди них были те люди, которые говорили, если бы не Писание, для них сегодня жизнь не представляет абсолютно ничего. И если бы не Бог, они бы давным-давно ушли с этой жизни. Друзья, я просто констатирую факт, что есть сегодня. И поэтому, друзья, это очень важно. Это очень важно. Когда мы прощаем Бога. Хорошо, друзья, эти обстоятельства, которые я сказал, которые были когда-то, эти обстоятельства, которые что-то делали в нашей жизни. И вы знаете, будучи неверующими, мы понимали, Бог, Бог что-то делает, Бог что-то не дает. Но, друзья, в нашей жизни, в нашей жизни есть и другие вещи. Сегодня мы верующие. То, что мы просили Бога, то, что с нами было до нашего покаяния, это одно. Но я сейчас хочу назвать несколько причин, которые говорят, почему мы, как верующие, должны сегодня простить Всевышнего. Друзья, пусть кто-то сегодня скажет, он неправильно говорит, или что-то наподобие этого. Кто-то может даже оскорбить. Я знаю, я уже терпел такие, как говорится, насмешки. Но давайте мы поговорим. Хорошо. Нам сегодня, нам сегодня, сила зла доносит негативную информацию о Боге. Я хочу, чтобы мы это поняли, друзья. Когда-то я буду говорить тему за духовную брань. И мы поймем, что духовная брань это наша мысленная борьба. Почему она называется душевная борьба, духовная борьба? Потому что она происходит в нашем разуме. Она не происходит где-то на небесах. Она происходит здесь. Почему она не происходит на небесах? Потому что сила зла уже давным-давно получила по голове. Уже давным-давно это царство, которое опущенное Богом. Но идет борьба за наш разум. Идет борьба за наше сердце. Почему? Друзья, то, что мы принимаем, является нами. Хорошо. Вот несколько этих причин, за которые я сегодня хотел бы говорить. Самое первое, нам говорят сегодня, и я бы хотел бы в обстоятельствах тоже, чтобы мы просили определенную категорию людей. Друзья, это люди, которые сегодня являются членами церкви, и это люди, которые сегодня являются проповедниками, которые проповедуют и которые иногда доносят до нас ложную информацию. Почему? Потому что эти люди не разобрались с Писанием, они не разобрались с доктринами. В одной церкви меня обвинили, что я кальвинист. Из-за чего? За то, что вторую главу Ефессианам, где говорится, что Бог богатой милостью дал нам спасение. Бог, не мы. что наше спасение это не наш заработок, это Божий дар в нашу жизнь. За этого люди посчитали, ну, меня, хоть я не боюсь этого звания, почему? Потому что я знаю, что Кальвин это был благословеннейший человек. То, что сегодня приписывают кальвинизму, Кальвин никогда не учил. И поэтому, друзья, если вы хотите узнать об этом учении, продается книга «Основы христианской веры», которую написал Кальвин, для короля Франции. Извините, не для простых людей, для короля Франции. Для того, чтобы тот понял основы протеста.